Мы не знаем, сколько у Господа ангелов, архангелов, серафимов, херувимов мы находим в Священном Писании о том, что Бог многое, что сотворил. Более того, в книге Откровения мы читаем также о том, что Бог творит все новое. Вероятно, что Бог не остановился в том, что Он сотворил, но продолжает свою созидательную, творческую деятельность. И в Слове Божьем мы находим одного особенного ангела. Его зовут Гавриил. Похоже, что Господь использует этого ангела для того, чтобы передать нам, людям, особо важные события, которые должны произойти. В Ветхом Завете Гавриил явился Даниилу и сообщил ему о том, когда должен родиться Мессия, Христос. И потом, когда наступила полнота времени и пришло время рождения Христа, Господь посылает опять же этого ангела Гавриила сначала к Захарии, который был священником. И мы читали об этом в прошлый раз, когда я проповедовал из Евангелия от Луки. Он совершал служение в храме и Гавриил явился ему и сообщил о том, что у него должен родиться сын. Это особенный сын. Опять же, это исполнение также того пророчества, которое было дано Малахии, и последнему из пророков Ветхого Завета, о том, что придет человек и родится человек, который будет в силе и духе, и помазании пророка Илии. И вот Гавриил сообщает Захаре о том, что у него родится сын. Несмотря на то, что он и его жена Елизавета были в преклонных годах, тем не менее, то, что говорит Господь, независимо от того, насколько невероятным это кажется человеку, это исполняется. Затем Господь посылает этого же самого ангела к Марии, молодой девушке, которая была избрана Господом для того, чтобы через нее исполнилось Слово Божие, которое Господь сказал через пророка Исаию. «Се дева примет чреве и родит сына». Таким образом Гавриил сообщил о том, что наступила, как пишет апостол Павел, полнота времени, и Бог посылает в этот мир своего единородного сына, дабы всякий верующий в него имел жизнь вечную, имел спасение. Мы видим, что Господь по своей благодати и милости, Он позаботился о том, чтобы мы, люди, отпавшие от Бога, соросившиеся, ходящие своими путями, могли возвратиться к тому, который является нашим Небесным Отцом, получить прощение грехов и обетование вечной жизни. Знаете, вот то, что связано с явлением ангелов, мы знаем, что Гаврил пришел прямо от Божьего присутствия. И апостол Павел во втором послании Коринфянам пишет о том, что он знает человека, который был восхищен до третьего неба. Скорее всего, он имеет в виду самого себя, но и скромности говорит как будто о ком-то другом. И очень жаль, что апостол Павел не объяснил подробно, что такое второе небо, а что такое первое небо. Третье небо мы поняли, это Царство Небесное или Царство Божие. А что такое второе небо, а что такое первое небо? Апостол знал, но не посчитал нужным, наверное, объяснить, потому что это не влияет на наше спасение, но это очень интересно. И я, знаете, имею разные гипотезы, слышал об этом или читал, как люди это представляют. Что такое первое небо, что такое второе небо, где третье небо. И, наверное, вы тоже, возможно, что-то читали об этом. Первое небо – это то небо, которое, скорее всего, окружает нас, то видимое небо, в котором мы с вами живем, или трехмерный мир, в котором мы существуем. И, наверное, скорее всего, это небо, оно не заканчивается видимым небом или атмосферой, которая окружает нашу планету. Скорее всего, оно имеет продолжение до бесконечности, потому что мы знаем, что то, что мы сегодня называем космосом, это бесконечное пространство, которое не имеет ни начала, ни конца, но, по сути своей, это трехмерный мир. Что такое второе небо? Второе небо, скорее всего, это та сфера, где Господь позволил временно находиться и действовать тем духом, который в Библии называют падшими ангелами. Это уже другой мир. Это уже не трехмерный мир. Это уже невидимый мир. Но это та сфера, где Бог позволил до времени находиться дьяволу и всем тем падшим ангелам, которые последовали за ним. И третье небо – это то небо, где уже мы называем царством небесным или царством Божьим. Там уже нет свередетенности этих нечистых бесовских духов. Там находится Господь и то, что Он сотворил. И туда, в третье небо, мы с вами желаем попасть и там провести нашу вечность. Как далеко это небо? Мы понимаем, что оно рядом. Это другой мир. Это другое измерение. И поэтому, когда ангели являлись, они не просто летели очень долго, прежде чем попали на землю, нашли, где находится Мария в этот момент. Это, знаете, как дверь, с которой ангел вышел и начал разговаривать с Марией. Это совершенно другой, невидимый мир, который находится параллельно, в принципе, с тем первым небом, где мы с вами находимся, где мы с вами живем. И вот Господь через ангела передал свое слово, и пришло время, чтобы это слово начало исполняться. И мы будем читать первую главу Иоанна Гердлуки, начиная с 57 стиха, где идет речь о рождении Иоанна. Несмотря на преклонный возраст, у Иоанна Елизаветы родился сын. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. Итак, мы знаем, что это рождение, оно было по слову Господа, которое Он передал через ангела. Также в этом рождении есть исполнение пророческого слова, которое Господь сказал через пророка Малахию за 400 лет до того, как это произошло. В дни пророка Малахии, в 4 главе, в 5 стихе написано, «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Конечно же, речь здесь не идет о реинкарнации, о том, что этот великий пророк Ветхого Завета Ильи, он опять возродился или пришел в этот мир. Речь идет о том помазании, которое будет на этом мальчике, который родился у Захарии и Елизаветы. И давайте посмотрим, что происходит дальше. «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею и радовались с нею». Конечно, для всех тех, которые знали эту семью, рождение у них сына было чем-то необычным. И они понимали, что уже в этом есть определенное знамение, потому что это сверхъестественно. И в то время существовала такая традиция, когда происходили роды, и у кого-то должен был родиться ребенок, кто близкие, друзья, соседи, они собирались возле дома в ожидании. Также приходили музыканты, и они тоже ждали. И когда ребенок рождался, тогда устраивался праздник, музыканты начинали играть для того, чтобы возвестить рождение ребенка. Это всегда был праздник. И здесь мы также читаем, что радость и веселье было, и все радовались о том, что у них родился мальчик. И по закону Ветхого Завета в восьмой день необходимо было совершить обряд обрезания. И мы читаем об этом дальше. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. Вот этот обряд обрезания, он был дан еще в Ветхом Завете. И он означал Завет с Богом, потому что Господь дал эту заповедь Авраму, чтобы он и все потомки его совершали обрезание мужского пола. И это служило знаком того, что они находятся в Завете с Богом. Для нас сегодня Завет с Богом это водное крещение. И апостол Павел пишет о том, что обрезание не имеет сегодня никакого смысла и уже потеряло свое значение, так как было предназначено только для Ветхого Завета. В послании Галатам 6,15 он говорит, «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни необрезания, а новая тварь». А в 1 Коринфянам 7,19 апостол говорит, «Обрезание ничто, и необрезание ничто, но все в соблудении заповедей Божьих». Итак, этот ребенок, он был обрезан на восьмой день, и его хотели назвать Захарию. Это была традиция, которая исполнялась, потому что первенцу всегда в то время давали имя отца. И поэтому все были очень удивлены, что этого мальчика хотят назвать другим именем, потому что это было вопреки той традиции, которая существовала. Но на это мать его сказала, «Нет, а назвать его Иоанном». И сказал ей, «Никого нет в расцвет, кто назывался бы всем именем». И спрашивали знаками отца его, «Как бы он хотел назвать его». Мы знаем, что Захария вначале засомневался в том, что говорил ангел, что у него родится сын. И из-за того, что он сомневался, вот такой милостивый суд Божий был над ним, что он перестал говорить до времени. А здесь мы видим, что ему показывали знаками, то есть обращались к ним как не просто человеком, который не может говорить, а как и с человеком, который и не слышит. Потому что Захария, по всей видимости, он слышал, но просто не мог говорить. Но, знаете, люди по привычке, по всей видимости, начали не только говорить, но как-то и руками объясняться в отношении того, каково же его мнение. Что он скажет на то, что его сына хотят назвать не его именем, что является традицией для того времени, даже не именем никого из каких-то известных родственников, потому что иногда тоже называли детей именем какого-нибудь известного родственника. Но он потребовал дощечку и написал Иоанн имя ему. И все удивились. Все были удивлены, потому что это вопреки традиции. Вы знаете, традиции иногда бывают разные. Иногда хорошие, иногда не очень хорошие. Но мы должны понимать, что традиция – это традиция. Это не Слово Божие. Это не заповеди Господние. Это не то, что ни в коем случае нельзя изменять или нельзя менять. Это то, что вправе мы либо принимать, либо не принимать. И поэтому для нас очень важно помнить о том, что традиции никогда не должны стать для нас авторитетом наравне с Божьим Словом. Потому что иногда такое может происходить, когда постепенно какие-то традиции, которые возникают у людей в силу тех или иных причин, они становятся настолько неизыблемыми и твердыми, что люди буквально держатся за них как за заповеди Господни. И если кто-то не соблюдает эти традиции, то чуть ли не согрешил или вообще является грешником. Мы с вами понимаем, что мы имеем Слово Божие, которое Бог нам дал, и оно прежде всего важно для нас, и его мы должны исполнять. И можем иметь те или другие традиции, но они никак не влияют на то, как будет нам Бог относиться. Соблюдаем мы их и не соблюдаем. Изучая послание к римлянам, мы читали о том, что Господь говорит, неважно, если кто-то различает дни, Господь различает, если кто-то не различает, для Господа не различает. То есть это то, где Бог дал нам свободу. Но иногда люди способны ограничить даже ту свободу, которую дает Господь, и загонять себя в определенные рамки. И в этом вопросе мы должны быть свободны. Поэтому ребенок, который родился у Захарии, был назван не по традиции, а потому, как захотел Господь, его назвали Я. И в тот самый час, когда Захария написал своей рукой на дощечке это имя, разрешили с уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Какой, наверное, прекрасный был момент для него, потому что это было для него испытание. Практически 9 месяцев человек не мог говорить. Я не знаю, никто из нас ничего подобного не испытывал, но я думаю, что это не так легко молчать. Иногда мы говорим и очень много говорим. Иногда говорим даже то, что не должно, но иногда нужно и помолчать. И я думаю, что вот для Захарии это нужно было, когда его уста были закрыты, чтобы он немножко помолчал, для того, чтобы больше доверять Богу и твердо уповать на Его Слово. но его молчание, оно закончилось, и пришло время говорить. Но когда все это произошло, то страх Божий на всех живущих напал. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это в сердце своем и говорили, что будет младенец сей? «И рука Господня была с ним». Конечно, все это было сверхъестественно. Все это было определенным знамением рождения этого ребенка. То, что его отец перестал говорить, онемел. Потом неожиданно то, что он начал говорить. Все это люди, они видели, наблюдали и понимали, что в этом есть некое знамение. И этот ребенок, он будет каким-то необычным. Не таким, как все дети, какой-то особенный план или особенная цель у Бога для этого ребенка. Люди рассказывали об этом, делились об этом. Но Захария, когда начал говорить, он не просто начал говорить, он начал пророчествовать. Он исполнился Духом Святым и начал пророчествовать. И сейчас мы с вами рассмотрим это пророчество, которое записано в первой главе, начиная с 67 стиха. «И Захарий, отец его, исполнился Духа и пророчествовал, говоря, благословен Господь Бог Израиля». То, с чего начинается пророчество, он благословляет и прославляет имя Господа. И мы понимаем, что пророчество это не просто высказывание человека, не просто желание выразить свои мысли или свои чувства, или свои желания. Пророчество это нечто большее. Это действие Духа Святого, когда Дух Святой наполняет человека и использует его уста для того, чтобы возвести то, что хочет сказать Бог. Это слова под помазанием, под действием Духа Святого. Они не исходят напрямую от сердца человека. Они исходят от Духа Божьего и человек передает это через свои уста. И такой момент человек становится своего рода сосудом, который Бог использует для того, чтобы передать свою волю. Когда мы говорим о пророчествах, то мы видим, что пророки, люди, которые пророчествовали и мужчины, и женщины, они были в Ветхом Завете. И мы знаем, что в Новом Завете служение пророческое, оно продолжается. И сегодня также существуют те люди, которым Бог дает эту способность или этот дар пророчествовать. Апостол Павел достаточно подробно говорит на эту тему в Первом Послании Коринфянам в 12, 13, 14 главе. Это действие Духа Святого. Поэтому и сегодня мы с вами тоже можем пророчествовать под воздействием, под помазанием Духа Святого. Более того, Новый Завет говорит более конкретно о том, чтобы мы даже молились или желали, ходатайствовали, ревновали о том, чтобы пророчествовать, чтобы Бог использовал и употреблял нас через дар пророчества. Все Писание Бога вдохновенно и полезно. И мы с вами говорим о тех вещах, которые ясно и четко описаны в Библии. И нам нужно просто доверять этому, верить в это, принимать это, не иметь сомнение, как это было в Захаре в отношении того, когда он засомневался о рождении ребенка. И вот он воздает славу Богу, и Бог начинает через него говорить или пророчески возвещать, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам и дому Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет клятву, которую клялся он Аврааму отцу нашему дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Это пророчество о рождении Мессии. И здесь Захария пророчествует о том, что родится тот, которого Господь обещал Давиду, тот, который будет в этом мире и пришел в этот мир, чтобы исполнить то, о чем Господь клялся Аврааму и обещал Аврааму. И мы понимаем, что рождение Иисуса Христа это рождение, которое было много раз предсказано в Ветхом Завете и обещано в Ветхом Завете. И в то время, в том числе, израильский народ он ожидал пришествия Мессии, пришествия Христа. И вот это время наступило, и мы видим, что Захария под помазанием и действием Духа Святого он возвещает эту великую новость и говорит о том, что пришло время исполниться тому, что Бог обещал. И, наверное, прежде всего здесь Господь имеет в виду то, что сказано в книге Бытие в 12 главе с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди в землю и земли твоей от роства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении». И вот смотрите в 3 стихе «Я благословну благословляющих тебя и заслуживших тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные». Здесь очень четкое обещание, которое Бог дал Аврааму, что в тебе благословлятся все племена земные. И в данном случае имеется в виду его потомок, которым был наш Господь Иисус Христос. И его пришествие и рождение в этот мир было как благословение. Не только для израильского народа он пришел, чтобы исполнить то, что было обещано, что он придет к израильскому народу, прежде всего погибшим овцам Израиля, но он пришел не только к ним, а он пришел для того, чтобы в нем получили благословение все племена земные, в том числе и мы с вами. И мы можем сегодня засвидетельствовать и сказать, что это слово, оно исполнилось в нашей жизни, потому что в Иисусе Христе мы получили благословение, благословение, прощения грехов, благословение, искупление, благословение вечной жизни. Мы некогда не народ, стали народом Божиим, некогда не помилованные, стали помилованы. И это слово, оно исполнилось в нас, и мы, воистину, сегодня благословенные люди во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, Захария пророчествует под вдохновением от Духа Святого, говорит эти пророческие слова и прежде всего о том, что пришло время, чтобы Мессия, Он был явлен Израилю и всему миру. И дальше он пророчески говорит о рождении своего сына, что же с ним. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Можем проставить себе такую картину, возможно, Захария даже указал пальцем на своего сына и уже называет его пророком Всевышнего, который придет с определенной целью, чтобы приготовить путь для того, о котором он только что пророчествовал. Я думаю, что это одна из основных миссий, основное служение, которое предстояло исполнить Иоанну, это возвестить о рождении, не рождении, а о приходе Иисуса Христа и потом там на Иордане указать на Него, что вот агнец Божий, который возьмет грехи мира на себя. И Господь сказал о том, что не было больше пророка, чем Иоанн Креститель. Но этому всему предстоит исполниться немножко позже. И дальше пророчество о своем сыне Захария говорит, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Здесь продолжение пророчества о том, каково же будет служение Иоанна, его сына, который назовется впоследствии Иоанн Креститель. Его служение действительно было очень недолгим, но оно было очень продуктивным. То есть его послание, оно заключалось в том, чтобы привести людей к покаянию. И он крестил в Иордане в покаянии, когда люди исповедовали свои грехи и каялись в своих грехах. По сути своей, перед тем, как явился Христос в Иудее, уже происходило пробуждение, потому что к Иоанну приходили разные люди, и простые люди, и воины, в том числе и фарисеи, и его проповедь была настолько мощной, настолько сильной и помазанной Духом Святым, что люди действительно каялись. И он крестил их в Иордане в опрощении грехов. И это все, оно исполнилось, то, о чем его отец в этот день рождения этого младенца пророчески говорил. Воистину, ни одно слово, которое сказал Господь, не может быть неисполнившимся, но все исполнится. И дальше в 80-м стихе мы читаем, младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израиля. Очень мало, очень короткая Лука не повествует о его жизни, о его возрастании, но в какой-то момент мы видим, что Иоанн почувствовал или пережил призвание от Бога. И он был тем человеком, который пришел в духе и силе Ильи. Мы знаем, что Илья, как пророк Ветхого Завета, он в основном находился в безлюдных местах. Он имел особый вид, у него была грубая одежда из так называемой волосиница, он был пропоясан кожаным поясом, он был весь волосатый, то есть вот так необычно выглядел, как пророк Ветхого Завета. И вот что-то подобное, по всей видимости, происходило так же и Иоанна, когда он был в пустынях до явления Израиля, до того момента, когда он вышел и начал проповедовать покаяние. Он был в какой-то группе людей, которые там жили, в пустыне, подобно как последствия это делали монахи, либо он находился в одиночестве. Скорее всего, по примеру Ирии, он находился в одиночестве, в молитве, ожидая того, когда Бог призовет его, чтобы он вышел и начал публично служить. Но пока его время не настало, он не выходил и не начинал своего служения. И это очень хороший пример, и она с вами, чтобы мы понимали, что у Бога свои времена и свои сроки. И время учиться, время готовиться, время начинать служение, иногда приходит время заканчивать и начинать что-то новое. Хорошо, когда все происходит по Божьему календарю, то время, которое Бог предназначил. И вот вторая глава начинается с того, что исполняется то, что ангел говорил в отношении Марии. Пришло время, чтобы исполнилось и это слово. И в этот мир пришел тот, который есть Христос, Господь. Все дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление к верению Сирию. Надо сказать, что это достаточно обычное явление. И сегодня археологи нашли очень много документов, которые говорят о том, что примерно раз в 14 лет в то время проводилась перепись. Прежде всего, это было связано с тем, что римляне хотели точно знать, сколько людей живет для того, чтобы со всех собирать налоги. Основная причина всех этих переписей это, чтобы все платили налоги, чтобы казна императора постоянно имела доход. Поэтому переписи проводились достаточно часто. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пришел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Это достаточно длинный путь, примерно около ста километров, записываться с Марией, обреченную ему женою, которая была беременна. Примерно сто километров Иосиф и Мария преодолели из Назарета до Вифлеема. Это горная дорога, очень непростая дорога, и Марии, наверное, не очень легко было, потому что она уже вскоре должна была родить. Но необходимо было пройти этот путь, потому что должно было исполниться то слово, которое Господь сказал через пророка Михея в 5 главе во 2 стихе. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение от начала одней вечных». Для того, чтобы это слово исполнилось, Мария должна была родить не в Назарете, где они жили с Иосифом, а должна была родить в Вифлееме. И мы понимаем, что даже такие, кажется, далекие вещи, как перепись населения, они тоже имеют определенную роль в божественном плане для того, чтобы исполнилось то, что Господь желал, чтобы произошло. И вот здесь, когда Михей пророческий говорил о рождении Мессии, очень важные слова, что происхождение его от начала, от дней вечных. По сути, здесь возвещается о том, что Мессия это не просто обычный человек, это не просто ребенок, который родится и придет в этот мир, это тайна Бога воплощения, когда в Иисусе Христе из Назарета соединятся вот эти две природы, человеческая и божественная. Он есть Сын человеческий, потому что ел, пил, ходил и образ имел как человека, и Он также Сын Божий, потому что происхождение Его одней вечных. Он не сотворенный, Он вечный, вторая ипостась божественной тройцы. и наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Наверное, очень необычное место избрал Господь для того, чтобы в этот мир пришел Его Сын. Очень необычное. Мало того, что город был переполнен, потому что много людей пришло для переписи, и все гостиницы были заняты, и мы знаем, что для Бога не было бы проблемы, чтобы что-то было освобождено для Марии, чтобы она могла там родить Христа. Но в этом случае мы видим, Господь посчитал, что хлев и ясли будут нормальным местом для того, чтобы в этот мир пришел Христос Господь, Мессия, тот, который назван царем царей и Господом господствующим. Но написано, что Он смирил себя и принял образ человека и стал подобным человеком. И, наверное, в этом есть также и насказание, потому что таким образом Господь, Бог хотел показать, что Он пришел для того, чтобы спасти всех людей, начиная, может быть, из самых незначительных, самых неважных. Возможно, если бы Он родился где-то во дворце, то кто-то мог бы подумать, Он пришел для знатных, для значащих что-то в этом мире, для важных людей. Но Он родился в Хлеве, в Яслих, и таким образом символически Отец Небесный сказал, что Он пришел для самых обездоленных, самых слабых, тех, которые находятся даже на самом низком уровне. Для всех людей Он пришел, и Он был рожден. В книге пророка Исаии 7,14 написано, «Итак, Бог с нами». Вот таким образом, очень незаметно для всего мира, Христос Иисус пришел и был рожден там, в Ифлеме, во Хлеве, и явился в этот мир. Это та точка, которая, в общем-то, является, наверное, самой важной точкой в истории человечества. И мы знаем, что сегодня мы считаем от Рождества Иисуса Христа. 2018 год от Рождества Господа Иисуса Христа. То есть, время как бы разделилось на две половины до Рождества и после Рождества. Тот мир, который был до, и тот мир, который стал после него. И, конечно, это символично, это справедливо, потому что мир уже никогда не останется таким, каким он был до рождения, нашего Господа Иисуса Христа. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Здесь мы наблюдаем еще одно явление ангелов, и опять же произошло такое великое событие, и Господь пожелал, чтобы это событие было отмечено, чтобы люди услышали. И мы опять же видим, что ангелы явились не где-то во дворце, не даже книжникам, фарисеям или первосвященнику, они явились простым пастухам. И надо сказать, что те же самые книжники и фарисеи, они недолюбливали пастухов, потому что пастухи не всегда мыли руки, а для них это было нарушение закона, они не всегда могли исполнять все эти предписания старцев, и поэтому книжники и фарисеи относились к ним пренебрежением, считая, что это темные люди, которые не исполняют закон. Но Господь видел этих людей, и ради и таких он пришел в этот мир, и поэтому ангел прежде всего явился вот этим простым людям, чтобы возвестить им эту великую радостную весть о рождении и приходе Иисуса Христа в этот мир. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Знаете, кажется, что Рождество, потому что, наверное, эти стихи в церкви читают только на Рождество. Но сегодня мы читаем об этом событии, потому что стоит говорить о нем не только на рождественские праздники. Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Родился вам, родился для вас и пришел для вас Спаситель Христос Господь. Вы знаете, насколько важно оценить это, понять важность прихода Христа в этот мир. Мы сегодня живем среди людей, которые часто не задумаются об этом, не обращают на это внимание. Конечно, у нас в стране нет людей, которые бы не слышали о Христе. Кто-то больше знает, кто-то меньше знает, но очень часто происходит то, что произошло в Вифлееме, когда в их сердце нет места для Христа. В Вифлееме не носилось гостинице, не носилось места для Христа, только лев стал местом, где он мог родиться. И, к большому сожалению, мы можем также говорить о том, что сегодня сердца многих людей, они закрыты для Христа, нет места в их сердце для Христа. так, чтобы принять его, обратиться к нему, увидеть все то богатство, благословение и мира, которое он принес для нас, для людей. Очень часто люди слишком недалеки в отношении того, чтобы размышлять о жизни, о вечности, о вот тех материях, которые часто люди называют высокими. Очень часто люди озабочены только земным, материальным, тем, что Библия называет временным и мало думают о том, что Библия называет вечным или духовным. Все временно видимое, оно временно, а духовное, оно вечно. И рождение Иисуса Христа, приход Его в этот мир, это большое благословение для нас, людей, потому что если бы этого не было, если бы Христос не пришел, то тогда никто бы из нас не имел бы обетования и надежды вечной жизни, потому что никто бы из нас не смог бы прожить совершенной жизнью так, чтобы быть оправданным пред Богом. Хотя сегодня есть люди в разных религиях, которые как раз-то и пытаются прожить совершенной жизнью и в конце концов достичь спасения таким образом, но это невозможно. Все согрешили, все лишили славы Божьей, никто не способен спасти сам себя, поэтому пришел Христос, поэтому Он был рожден в этот мир и стал человеком, чтобы спасти нас, как говорит евангелист Матфей, от грехов наших. И это величайшее благословение и милость Божия для нас, людей, данная нам Небесным Отцом. И ангелы не останавливаются на том, что возвещают о рождении, они хотят показать, где Он родился. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышне Богу и на земле мир в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Вифлеем спал глубоким сном. Они ничего не подразрывали, только эти пастухи, которые получили послание от ангелов, они поняли то, что произошло и пошли посмотреть. Хотя, наверное, у них тоже были определенные сомнения, что так ли должен родиться Мессия, так ли Он должен прийти. Люди всегда думали о дворце, о том, что это будет как-то особенно, как-то очень необычно. Но это произошло очень обычно, очень обыкновенно, так как рождаются дети у простых, небогатых, незнатных людей. И поспешив пришли, нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в ясных, увидев же, рассказали о том, что было возвышено им о младенце семь. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Мы видим вот эти подтверждения, которые Господь дает в том числе и через пастухов для той же Марии, для Иосифа, для того, чтобы они могли понимать, что тот, кто родился, у них это особенный человек. И им нужно было это подкрепление. И Мария не просто слушала это, она сохраняла, слаживала это в своем сердце для того, чтобы всегда понимать и всегда помнить, что это необычное рождение и это необычный ребенок. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Пастухи пережили большое благословение. Ангелами явились, Бог к ним говорил, и это вызвало у них, конечно, радость. И они много наверняка об этом рассказывали, свидетельствовали и говорили. И вот по закону Моисея на восьмой день нужно было принести младенца для того, чтобы посвятить Господу его, потому что он первенец, и совершить обратно обрезание. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в очревие. И когда исполнилось дни отечечения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, развержающий Ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух тенцов голубиных. Это обязательная жертва, которую нужно было принести за первенца, но это жертва для бедных людей. Жертва для более состоятельных людей – это агнец и горлица. И это свидетельствует и говорит нам о том, что Иосиф и Мария они не были зажиточными людьми. Они принесли вот эту жертву пореченному законе как для бедных людей. Мы видим, что Господь родился не только в том месте, где обычно рождаются самые бедные люди, но Иосиф и Мария они не были богатыми, они были бедными людьми, но духовно они были богаты. И вот там, когда был совершен этот обряд в храме, встречаются два человека, которые также пророчески возвещают о том, кем является этот младенец. Это старый Симеон и Анна. Это два очень такие необычные люди, которые были исполнены Духа Святого. «Тогда тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева». Лука характеризует его как человека праведного, благочестивого, который ожидал пришествия Мессии. Что такое праведный человек? Это человек, который поступает в своей жизни в соответствии со Словом Божиим на основании того, что он знает в отношении Слова Божьего и как Бог рекомендует и говорит нужно поступать. Праведный человек, он всегда будет руководствоваться не тем, что ему может быть хочется по плоти или что желает сделать по плоти, но тем, что на эту тему говорит Слово Божье и о чем свидетельствует Священное Писание. Он был праведный и благочестивый, то есть он исполнял и делал все то, что необходимо было делать то время по закону для того, чтобы почитать Бога и служить Богу. И он, как и все благочестивые иудеи, ожидал пришествия Мессии или Спасителя и Дух Божий был на нем. Но надо сказать, что вот существует такая традиция или объяснение, что с момента смерти пророка Малахии 400 лет как бы в Израиле не было пророков. И надо понимать, что речь идет о том, что не было пророков, чьи пророческие книги были записаны и добавлены к Ветхому Завету, стали частью канона Ветхого Завета. Но само по себе такое понятие как пророчество или пророчествующие люди, оно никогда не исчезало, оно присутствовало. Большей или в меньшей степени. Иногда, возможно, пророчества были нечистые, видения были редки, но всегда были люди, на которых был Дух Святой и через которых Бог мог что-то говорить и что-то открывать. Но то, что действительно правда, что с момента смерти пророка Малахии записанных книг пророческих уже не было, которые были бы добавлены к канону Ветхого Завета, но люди, на которых был Дух Господен, были. Вот таким же человеком был тот же Симеон, на нем был Дух Божий. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, Господня. Вот такое особенное откровение он имел. И Дух Святой предсказал, либо лично он получил, либо через кого-то мы не знаем, но это откровение было особенным, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Христа Господня. Мы можем представить себе, насколько необычно это было для этого человека, потому что он понимал, что он уже здесь, я уже старый, мое время как бы близко, и Христос уже где-то рядом, где-то здесь, и я понимаю, что не умрю до тех пор, пока не смогу увидеть его своими глазами, как это будет, каким образом Бог мне это покажет. Я думаю, что он задавал себе эти вопросы, как и мы бы на его месте тоже задавали себе эти вопросы. Возможно, проживу еще сто лет или двести лет, потому что если Бог сказал, я не умру, значит, точно я буду жить, доколе он не придет, и я не увижу его своими собственными глазами. И пришел он по вдохновению в храм. По всей видимости, это утро для него было необычным, потому что в это утро он что-то пережил внутри, и Дух Божий наверняка ему сказал, вот теперь пришло время, вот то время, о котором я тебе говорил, ты увидишь. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, вот тот момент, когда Дух Божий указал ему на этого мальчика, который наверняка ничем не отличался от других мальчиков, возможно, на какой-то момент Симеон был немножко удивлен его родителями, потому что это были очень простые и очень бедные люди, но вместе с тем по родословной они были из рода и дома Давидова. И, конечно же, он получил это удостоверение от Духа Святого, что вот тот момент, о котором я тебе говорил, вот то слово исполняется. И он взял его на руки благословил Бога и сказал «Ныне отпускаешь раба Твоего владыка по слову Твоему с миром, ибо видели очи Мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Опять же, здесь мы видим пророческое слово. Во-первых, Симеон понял, что вот теперь он может умереть. То, что Бог сказал, исполнилось. И также пророчески он возвестил о приходе Христа для просвещения язычников и во славу народа Израилева. Здесь мы опять же видим, что рождение и приход Христа был не только для Израиля, как многие в Израиле в то время понимали и думали. Мы знаем, что даже для апостолов потом была целая проблема, когда Петр проповел в доме Корнилия и ел с язычниками. Они вызвали его и начали укорять «Ты ел с язычниками?» То есть для них по-прежнему это было трудно воспринять, что Христос пришел не только для Израиля, для их спасения, но Он пришел для спасения и просвещения также и язычников. Но мы видим, что Господь постоянно об этом говорил, начиная с Авраама, которому сказал, что «Тебе благословятся все народы, не только Твой народ, но все народы». Он говорит также и через Симеона, что для просвещения язычников, для спасения язычников дан был Христос и Он пришел в этот мир. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Нам кажется, уже можно было перестать удивляться. но по-прежнему они были удивлены, по-прежнему это трогало их сердце, по-прежнему они вновь и вновь получали удостоверение, что то, что тот, кто у них родился, это Мессия. Знаете, нам людям очень часто нужно постоянно что-то напоминать о том, чтобы мы как-то не привыкли к этому, либо подумали, что может быть этого никогда и не было, а мы просто сами это придумали. и постоянно мы видим, особенно в начале, Господь напоминает и Иосифу и Марии о том, какой младенец у них родился. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, сережит сей нападение и навосстание многих в Израиле. Это пророческое слово, которое также в точности исполнилось, потому что мы знаем, что когда Иисус вышел и начал свое публичное служение, то Израиль разделился. И падение было для тех, которые не приняли его, не увидели в нем Мессию. И восстание было для тех, которые приняли его, уверовали его и таким образом получили прощение грехов и спасение. И он по-прежнему является тем камнем преткновения и соблазна, которым он был с самого начала. Еще пророк Исаия говорил об этом в 8 главе в 14 стихе. И будет он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И это по-прежнему происходит и сегодня. И мы знаем, сегодня в израильском народе Иисус Христос камень преткновения и камень соблазна. И по-прежнему и сегодня только небольшая часть израильского народа приняла его и исповедует его как мессию, как Господа. В большинстве своем они еще не принимают его. И мы знаем, что весь Израиль спасется при втором пришествии Иисуса Христа. Именно таким они его ожидали всегда и тогда они смогут обратиться к нему. Но сегодня и для язычников он также является камнем преткновения и камнем соблазна. Потому что для многих язычников сегодня Христос является просто либо исторической личностью, либо философом, либо пророком, но не для всех он является Господом или Богом пришедшим во плоти. Некоторые даже утверждают, что его никогда и не было, что по сути своей является наибольшей глупостью, которую только человек может придумать, потому что исторически он, конечно же, существовал. Другое дело, что люди не соглашаются с тем, кем он был и кем он является. А он есть Господь господствующих и Царь Царей. Он есть тот, который был обещан через закон, через пророки и который пришел в свое время в этот мир и родился, когда пришла полнота времени, чтобы спасти нас. И также Симеон пророческий обращается к самой Марии. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Конечно же, здесь прежде всего Симеон пророческий предсказал Марии тот очень тяжелый для нее момент, когда она вместе с другими женщинами и мужами была свидетельницей страданий и смерти Господа Иисуса Христа на кресте, потому что она была у креста. И мы понимаем, что мать может переживать, когда она видит вот такие страдания своего сына и здесь пророчески ей было об этом предсказано, что оружие пройдет душу, что она будет иметь великую скорбь и эти страдания в виде страдания сына своего Господа Иисуса Христа, который был распят там на кресте на Голгофе. И дальше мы также читаем о том, что еще один человек, одна женщина, она также имела откровение о том, кто родился тогда в Израиле. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшей глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет. Мы видим, что это не просто женщина, она была пророчица, поэтому мы не можем утверждать, что 400 лет вообще в Израиле никакого пророческого голоса не было. Были люди, которые были наполнены Духом Святым, через которых Бог говорил, и Анна тоже была из числа тех, которые были пророками, она пророчествовала. И вот здесь мы видим ее как женщину, достигшей глубокой старости, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Очень пожилая женщина в преклонных годах, но очень посвященная Господу, очень любящая Господа, которая не отходила от храма, постоянно служила и молилась, и постилась. То есть, это было ее служение. Я думаю, когда человеку 84 года молиться, это самое большее, может быть, служение для многих, кто достиг такого преклонного возраста. Но мы видим, что эта женщина могла не только молиться, но она также и постилась. И это не просто были личные какие-то молитвы, это было служение Богу, что свидетельствует о том, что ее посты, ее молитвы, они затрагивали не только ее личную жизнь, или жизнь, может быть, каких-то близких людей, за которых она ходатайствовала, ее молитвенная жизнь была более широкой. Наверняка она молилась и за народ свой, и за приход того же Мессии, ходатайствовала за нужды людей, за то, чтобы народ приближался к Богу, искал Господа. И это было вменено ей как служение Богу. Мы должны понимать, что служение бывает разное. И когда мы в своих личных молитвах подвязываемся за то, чтобы молиться за спасение людей, за церковь, за пробуждение, это Бог воспринимает как служение, как очень важное, как очень ценное и необходимое служение, потому что молитва дана Богом для того нам, чтобы Бог мог сделать больше, чем если бы Он сделал без того, что мы не молились. В какой-то степени Бог возложил у нас ответственность того, насколько сильно, могущественно Он будет проявляться и будет действовать. и связал это в том числе и с нашей молитвой. Поэтому мы не можем говорить о том, что Бог сделает то, что хочет. Бог сделает гораздо больше и в моей, и в вашей жизни, и в жизни нашей страны, если мы будем молиться. И для этого нам и дана молитва, потому что через молитву Бог делает больше, чем если бы Он мог сделать, когда бы мы с вами не молились. Поэтому давайте всегда будем помнить о ценности, о важности, о значимости молитвы. Более того, в книге Откровения мы читаем, что Писание называет молитву как фимиам, который восходит к Господу, и чаши небесные, они собирают это как что-то драгоценное, что-то очень ценное в глазах Божьих. Поэтому рассматривайте так же вашу молитву, как рассматривает ее в священной Писании, что это что-то драгоценное, очень ценное и важное в глазах Божьих. И Он не забывает, Он собирает это как что-то ценное. И наши молитвы, они очень важны, и они очень нужны. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. То есть, мы видим, что люди, которые были благочестивыми, исполненными Духа Святого, Бог им открыл и показал, кто же этот младенец и кто родился в Израиле. И я думаю, что то же самое будет происходить и в последнее время, когда Бог будет показывать то время, когда будет приближаться пришествие Антихриста, и когда начнут то, может быть, вот эти события, связанные с последним временем, люди благочестивые, исполненные Духа Святого, они будут это понимать, они будут это знать. Люди далекие от Бога, они не будут это знать и не будут это понимать, потому что Бог ничего не делает, прежде не открыв это рабам, своим пророкам, показывая им и открывая то, что он собирается и хочет делать. И вот эта женщина, Анна, она имела также это божественное водительство и откровение в отношении младенца, который родился у Марии и Иосифа. И когда они совершили все по закону Господню, совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости и благодать Божия была на Нем. И мы ничего не знаем о том, как Господь возрастал и здесь дальше читаем и видим, Лука говорит только об одном событии, связанном с тем, как он с родителями посещал храм и ему в то время было 12 лет. Но мы ясно видим, что он укреплялся духом, исполнялся премудрости и благодать Божья или Божье присутствие, оно проявлялось и в ранние годы, когда он был еще ребенком. Это мы сегодня закончим. Давайте встанем сейчас и воздадим славу и поблагодарим того, который когда-то пришел в этот мир и родился там, в Вифлееме, в Ясных Хлеве, для того, чтобы в конечном итоге стать спасителем мира, в том числе моим и вашим спасителем. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе. Господь, все то, что Ты возвещал через рабов своих пророков, начиная от Авраама, исполнилось. И когда наступила полнота времени, то Сын твой единородный, Он пришел в этот мир и стал человеком. Он пришел, чтобы спасти нас от грехов наших. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя и прославляем Тебя. Подобно как когда-то Симеон и Анна, Захария, они воздавали Тебе славу, как пастухи Вифлееме, которым было открыто о том, кто родился. Сегодня и мы, Господь, воздаем Тебе славу, потому что мы знаем, кто был рожден тогда. Вифлееме, Господь, благодарим Тебя. Господи, когда-то Ты нашел нас в этом мире. Когда-то Ты, Господь, открылся и нам, Господи, и мы благодарны Тебе, что сегодня, Господи, мы можем сказать, что Ты наш Господь, Ты наш Царь, Ты наш Спаситель, Искупитель, да будет Тебе слава. Мы знаем, Господь, Ты пришел нас для того, чтобы мы были спасены, и мы имели обетование вечной жизни, чтобы наши имена были записаны в книге жизни на небесах, и мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за эти великие и драгоценные обетование, которые мы имеем как народ твой, как дети твои. И мы сегодня читали, Господь, Ты всегда был камнем преткновения и камнем соблазна, и не только для дома Израилева, Господь, также и для всего мира, потому что и сегодня спорят о Тебе, и сегодня говорят о том, кто же Он такой. И мы знаем, Господь, что Ты есть царь-царей, Господь господствующий. И наша молитва сегодня, Господь, чтобы сердца нашего народа, они были открыты для Тебя. Мы молимся, чтобы Ты был рожден сегодня и в сердцах нашего народа, людей, которые живут в нашей стране, Господи. И мы молимся, ходатайство пред Твоим лицом, Господь, чтобы Твои Твоя сила, благодать, Господь, она проявлялась, чтобы Ты прилагал спасаемый в церкви, чтобы было больше спасаемый Господь. Мы сегодня верим, что мы живем как раз в период окончания того времени, который Ты дал для того, чтобы всякий верующий в Тебя был спасен. И мы знаем, Господь, что это время закончится, но пока дни благоприятные, пока день спасения, лето Господне, Боже, благослови, мы молимся об этом. И мы понимаем, Господь, что без Твоего содействия, без прикосновения Духа Твое Святого, сердца будут закрыты. Но когда Ты прикасаешься, когда Дух Твой касается Господи, когда Слово Твое достигает сердце человека, тогда все меняется. И тогда перед неневерие падает, Господи, и мы молимся, благослови Божий, благослови Господь. И пусть то, что Ты сделал для нас на кресте Голгофе, Твое жертвое искупление, она будет воспринята людьми, принятой без благодарности Господь. Мы молимся об этом и воздаем Тебе всю славу, честь и хвалу, великой всемодущей и вечный наш Бог во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры Субтитры подогнал «Симон»